Добрый день! Ребенок – это чудо, которого с нетерпением ждут будущие мамы и папы. А появиться на свет этому чуду помогает в клинике семейной медицины Богородской медицинской компании. Акцент делается на семью. В принципе, у нас оказываются услуги всем от ребенка до бабушек, дедушек. Естественно, женское здоровье. Но больше, конечно, пациентов у нас от детишки. Наша цель – вырастить гармоничного, здорового ребенка. Специалисты клиники семейной медицины дают нам надежду. Эти люди заботятся о нашем будущем. В прямом смысле слова. Мы продолжаем говорить о детях и о том, как их воспитывать. Сегодня темой обсуждения стали три вопроса. Отказ от вещи, истерики в магазинах и неусидчивость на занятиях. Как всегда, информацией с нами поделилась психоневролог Центра семейной медицины Богородской медицинской компании. Маленький Максик плохо ест. Каждый прием пищи превращается в баталию. Папа отвлекает ребенка от тарелки. Мама в этот момент с трудом заставляет мальчика проглотить хотя бы одну ложку. Это большая проблема для всех членов семьи. Если есть проблемы с едой, то надо в первую очередь убрать всякие перекусы. Стараться кормить ребенка в одно и то же время. Дается инструкция, что если ты кушать не хочешь, пожалуйста, это твой выбор. Но уже до следующего полдника никаких бутербродиков этого не будет. Если вы спросите, ты хочешь кушать, ребенок наверняка ответит нет. Нужно предложить малышу выбор, что ты будешь есть, суп или кашу. Может быть, на что-то он и согласится. Вопросов, на которые можно ответить отрицательно, лучше всего избегать. Очень часто это бывает, особенно у детей трех-четырех лет, это как первый такой криз возрастной, когда у них такой негативизм. На всю нет. Ну, все говорят, идите от обратного. Скажите, что все идут кушать, а Маша кушать не идет, потому что она не хочет. Маша первая сядет за стол, возьмет ложку и съест. Многие родители боятся, что ребенок останется голодным. Не бойтесь. Ребенок должен понять, что обед – это такая же культура, как и привычка здороваться. Нужно кушать со всей семьей в определенное время. Иногда ребенок специально ведет себя во время приема пищи так, чтобы на него все обращали внимание. Значит, нужно больше времени уделять своему чаду. Из собственного опыта, да, когда старший сын оставался с мужем, до этого бабушкой. И кормление превращалось просто там, ну, приезжал дедушка с работы, все танцевали, играли на гитарах. Бабушка в это время ребенка кормила, и все было замечательно. Ну, мы просто про это и особо и не знали. Пока с ним не остался папа. Ну, и папа предложил ему завтрак. Он сказал, что музыки не будет. Он сказал, нет. И что, и гитары не будет? Нет. Я тогда кушать не буду. Он говорит, не надо. Папа сидит там, намазывает хлеб маслом. Он говорит, как это вкусно. Ребенок ходит вокруг меня. В общем, через 20 минут он сказал, папа, ну, хорошо тогда дай мне хоть еды. Садись и ешь. Все. Есть соблазн побыстрее накормить ребенка, отвлекая его внимание мультиками, сказками, чем угодно. Не стоит этого делать. Вы облегчаете себе жизнь сейчас, но со временем все станет только хуже. Как только ребенок начинает держать ложку, его нужно приучать питаться вовремя и самостоятельно. Приучать надо сразу правильно. Не ждите, что вот вы сейчас, он маленький, будет так, 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 а он вырастет, он сам сядет и будет. Так не бывает. Все, чем мы научаем, то мы потом и получаем. Еще одна проблема – капризы. Чаще всего ребенок ведет себя очень плохо на людях, громко рыдает в магазине, отказывается уйти из парка и так далее. Совет психолога – если из-за постоянных капризов, которые переходят в истерики, вы не можете пойти с ребенком в магазин, не берите его с собой какое-то время. Ребенку нужно объяснить, что маме стыдно за его поведение, поэтому она идет без него. В капризах виноваты сами родители. Дети все начинают капризничать. Это их психика. То, как мы себя поведем при любом капризе, или мы его будем подогревать, или мы его сразу на корню пресечем. Когда ребенок уже кричит в магазине, это уже закрепленная форма поведения ребенка. Потому что вначале были слезы, не сильные, там, мама, купи. Мама долго объясняла, что нет. Ну, потом нас не всегда хватает. Два раза мы объясняем, на третий раз мы покупаем. Как только мы сначала сказали нет, а потом, когда ребенок заплакал, мы сделали, будьте готовы к тому, что слезы будут все сильнее. Во время истерики объяснять что-то ребенку бесполезно. Если он не хочет уходить из магазина без новой игрушки, смело оставляйте покупки и уходите сами. Никто из детей в магазине еще не остался. Все убегают за мамами. Если ребенок поймет, что истерики бесполезны, они прекратятся. Последнее, о чем мы сегодня поговорим, неусидчивость. Этой осенью многие дети пошли в школу в первый раз. И их нужно как-то приучить к выполнению домашних заданий. Важно отличить истинную неусидчивость, то есть гиперактивность, от разбалованности. Разбалованные дети, им просто не привили нормы поведения. То есть они делают то, что хотят. Гиперактивные дети, они не могут в априори. Их не так много, вот поверьте. Если он приходит ко мне на прием и 10 минут сидит, это не гиперактивность. Гиперактивный ребенок, он очень хочет. Они, как правило, очень стараются сидеть, они не могут. Вот они за 6 секунд, они везде. Гиперактивность – это проявление минимальных мозговых дисфункций. Такой ребенок постоянно отвлекается, что-то трогает, садится, встает, одним словом, двигается. Проявляется это везде – дома, в саду, в школе, на прогулке. Очень много зависит от учителя, который должен в течение урока несколько раз сам дать какие-то инструкции гиперактивному ребенку, поднять его, попросить вытереть с доски или собрать тетради, то есть по возможности переключить его деятельность. Со временем, курсами, весной и осенью, питая головной мозг, все равно мы это потихоньку убираем. Вернемся к детям, которые просто не привыкли учить уроки. С первого же года обучения старайтесь выработать у ребенка привычку делать домашнее задание в одно и то же время. Ставьте сразу часы, давайте инструкцию, что мы с тобой сейчас делаем математику. Возьмите, конечно, побольше времени, для того, чтобы стимул у ребенка был. Помогать ему надо обязательно, но помощь ваша должна быть разумной. Это не значит, что надо сесть рядом и контролировать каждый штрих, штрих там не туда повел, не сюда повел. Ведь задача школы и родителей – приучить ребенка учиться. Многие учителя со мной, я знаю, будут не согласны. Не приучайте ребенка к черновикам. Особенно это касается тревожных детей. Потому что со временем, когда они пишут на черновике, они четко понимают, что есть мама, папа, бабушка, которая потом это проверит, и мы правильно напишем. Когда начинаются самостоятельные работы, оказывается, что никто проверять не будет. Помните, если возникли хоть какие-то проблемы или затруднения в общении с ребенком, обратитесь к специалисту. Беседа с психоневрологом не означает, что ваш ребенок болен. Врач всего лишь подскажет, как выбраться из той или иной ситуации. Клиника семейной медицины ждет вас и ваших детей по адресу. Город Ногинск, микрорайон Новое Заречье, улица Декабристов, дом 3, строение 1, 3 этаж. Телефон для справок 519-76-67. Клиника семейной медицины. Доступно, надежно, безопасно. Специалисты, которые работают в свадебных салонах, утверждают, что для каждой невесты существует ее платье. Это как найти вторую половину? Вопрос в том, как его найти. Половину? Да нет, платье. А для этого нужно следовать нашим советам и не бояться экспериментов на примерке. Мы в этом убедились в свадебном салоне Орхидея. Наши модели сегодня Марина и Александра. Девушки выходят замуж в этом году. Выбор платья – момент ответственный и непростой, но мы поможем невестам его сделать. Прежде всего, нужно определиться, о какой свадьбе вы мечтали. Официальная церемония, скромное торжество или неформальный банкет? Платье должно соответствовать стилистике мероприятия. Ну, мне бы хотелось скромную свадьбу, чтобы избежать лишних хлопот, беспокойств, чтобы отболтить на мой праздник и моего супруга. Я всегда мечтала пышно-красивой свадьбе с самого детства. Поэтому я хочу подобрать себе такое платье, чтобы быть как принцесса. Итак, Марина мечтает быть принцессой, которую только что спас от дракона прекрасный принц. Лучше всего для этого образа подходит бальное платье. Уплотненный корсет, расшитый бисером, отрезная талия и очень пышная юбка на кринолине. Такой фасон выгодно подчеркивает грудь, но, к сожалению, громоздко смотрится на пышечках. Писк сезона – фатиновая юбка. Чем больше слоев, тем эффектнее смотрится невеста. Большой спрос у нас идет на фатин. Фатиновое платье, пышные юбки, чтобы это... У нас очень любят это невесты, чтобы была она принцессой. Мы стараемся как можно больше привести фасонов, чтобы они всегда были в наличии, разных размеров. И стараемся, конечно, угодить нашим невестам. Если у вас одновременно с регистрацией брака запланировано венчание в церкви, лучше всего выбрать наряд скромный, не слишком обнажающий плечи и спину. Александра примерила платье а-ля Наташа Ростова. Подвенечный наряд в стиле ампир помогает создать невесте романтичный, нежный образ. Подчеркивает скромность и невинность. Такой покрой хорошо скрывает недостатки фигуры. Это отличное решение для женщин с явно выраженным типом яблока. Подходит также для груш или для невест, которые вот-вот станут мамами. Платье прямое демонстрирует все изгибы тела. В некоторых источниках такой фасон называют ножны. Наряд хоть и выглядит весьма просто, но за счет множества нюансов его можно совершенствовать до бесконечности. В нашем случае нельзя оторвать взгляд от изумительной вышивки на подоле. Такое платье для тех, кто хочет выглядеть сексуально, изящно и элегантно. Здесь вот недавно девушка у нас приходила. Было платье шестиклинка. Оно приталенное. Она увидела его и влюбилась. Это мое платье. Я, говорит, не хотела такое. Но когда она его надела, она поняла, что это ее платье. И она здесь у нас скрутилась, вертелась. Пришла наша швея, чтобы подрезать это платье ей. Она говорит, подождите, дайте я постою еще. Короткое платье подойдет для неформальной церемонии. В нем будет удобно танцевать на банкете. Его легко упаковать в чемодан, чтобы сделать фотосессию во время свадебного путешествия. Также его рекомендуют дамам со сногсшибательными ножками, которые жалко прятать под длинной юбкой. Мини-платья могут быть самыми разными. Существует целая линия моделей, где есть пышные бальные юбки и юбки-фонарики, шлейфы и кружева. Выбор большой. В этом году мы начали сотрудничать с новой фирмой. Называется она «Паулина». Там очень большой выбор свадебных платьев, которые называются «миниатюры». То есть это коротенькие платьица, очень интересные. В этой же фирме представлены также и вечерние наряды. Шикарное платье в стиле А-силуэта придает невесте стать. Небольшой шлейф создает поистине королевский образ. Платье простое, без рюши и бантиков. Оно подчеркивает красоту невесты, а не кричит о своей. Юбка пышная, но не такая, как в платье бальном. А-силуэт – это классика современной свадебной моды. Такой фасон подходит невестам с любой фигурой. Невысокую он сделает выше, а полненькую – стройней. Несмотря на то, что Марина мечтала быть принцессой, наш выбор – именно это платье. Дополнив его аксессуарами, мы получим настоящую королеву бала. Платье «Русалка» шьется, что называется, по фигуре и рекомендуется только барышням с идеальными формами. Хотите сверкать как бриллиант? Этот наряд будет достойной огранкой. У Александры вместо «Морской красавицы» получился образ испанской Донны, но на наш взгляд именно он подходит ей больше всего. Образ одновременно дерзкий и нежный, скромный и чувственный. Такая невеста никогда не выйдет из моды. Итак, платье номер три – наш выбор. А вот Александра пока еще думает, у нее есть время полистать свадебные журналы. Помните, что прежде всего, надев свадебное платье, вы должны нравиться себе и чувствовать себя настоящей королевой. В свадебном салоне «Орхидеево» помогут оформить все торжество. Здесь огромный выбор бижутерии, свадебных украшений для зала и машин, которые, кстати, можно не только купить, но и взять на прокат. В нашем салоне вы можете приобрести фужеры, бокалы. Все это ручной работы. К фужерам есть различные корзиночки. Опять же, мы все это делаем сами, все своими руками. Если мы невесту одели полностью, то для невесты мы делаем небольшой подарок в честь ее праздничного дня. Мы делаем 15% на свадебный букет, так как в нашем салоне еще есть букеты из живых цветов. Подготовьтесь к самому важному дню в жизни вместе со свадебным салоном «Орхидея». Свадебный салон «Орхидея». Большой выбор свадебных вечерних платьев, бижутерии, аксессуаров. Все для оформления машин, прокат, флористика любой сложности. Мы находимся по адресу. Город Ногинск, улица Лебедевый, дом 10. Телефоны 8-496-514-2057 и 8-909-915-75-05. Свадебный салон «Орхидея». В наших платьях расцветают все. Продолжаем тему свадьбы. Мы расскажем вам о том, как правильно подобрать бюстгальтер под вечерний или свадебный наряд. Эту деталь одежды, кроме мужа, конечно же, никто не увидит. И все же хорошее белье – наше главное тайное оружие. Наш постоянный партнер в мире нижнего белья – салон «Меловица». Каждая невеста хочет выглядеть на свадьбе безукоризненно, поэтому она так внимательно подходит к выбору платья. Но согласитесь, каким бы роскошным ни был наряд, он будет испорчен неудачным бюстгальтером, а неудобные трусики принесут невесте только дискомфорт. Конечно же, к свадебному платью нам нужно подобрать красивое белье, которое будет функционально, не испортит внешний вид платья. И начнем, давайте, с платья, которое открытая линия декольте, нет ни бретелей, ничего. Для этого подойдет такой вид бюстгальтера, как балконет. Такая модель внизу просиликонена и съемные бретели, что позволяет носить модель бюстгальтера без бретелей. Силиконовые наклейки гарантируют, что бюстгальтер посреди церемонии вы не потеряете. Пушап обеспечит красивую форму груди. Существуют модели со съемными вкладышами. Меняя их на большие по размеру, вы сможете увеличить объем. Перейдем к платьям, у которых есть небольшая бретель, но очень вырезана линия декольте. К таким платьям подойдут модели как раз таки с пушапами, либо со съемными пушапами. Меловица предлагает для свадьбы очень нежное белье с кручевным станом, красивыми шелковыми бантиками или оригинальной вышивкой. Такое белье должно подстегнуть супруга в первую брачную ночь. Оно кричит о невинности и соблазняет одновременно. В Меловице есть такое оригинальное дизайнерское решение – это бюстгальтер-трансформер. Есть дополнительные бретели, как силиконовые, так и тканевые. Такой вариант подойдет для повседневной носки, а также под вечернее или свадебное платье. Я примерила бюстгальтер черный, но, разумеется, модель есть и в белом цвете. Итак, бретель на спине очень тонкая, ее не будет видно под шелковым платьем. Если есть глубокий вырез сзади, эту бретель можно вообще убрать, заменив двумя силиконовыми, которые будут застегиваться на животе. Есть вариант на одной бретели – это под платье на одно плечо. Если наряд завязывается на шее, бюстгальтер можно подстроить и под него. Бывает так, что понравилась какая-то определенная модель, но в магазине нет модели объема, а подходит чашка. Для этого в белевых магазинах и в наших, и в других существуют вот такие специальные удлинители для бюстов. Они бывают в несколько рядов, зависят от бюстов. Эти модели можно использовать на любой бюстгальтер. Объем увеличивается до такой степени, которая вам нужна. Выбирая комплект праздничного нижнего белья, постарайтесь, чтобы по цвету и стилю оно подходило платью. Если вы выбрали пышное платье с кружевом, желательно подобрать такое же нижнее белье. Если ваш выбор – облегающий подвенечный наряд, вам подойдет бесшовное белье. Существуют еще вот такие модели, гладкие с лазерной обработкой. Такие модели подойдут под облегающие платья. Там, где нужно, чтобы был незаметен переход между бретелью и чашкой, незаметные швы, которые соединяют чашку со станом. Я думаю, в гардеробе каждой женщины должна быть вот такая модель, гладкая. Она, во-первых, комфортна, удобна в носке, в ней нет никаких швов. И также в комплект к этой модели идут вот такие бесшовные трусики, которые незаметны под одеждой. Еще в старину многие женщины, чтобы подчеркнуть форму своей груди и талии, надевали корсет. Сейчас существует корректирующее белье, которое поможет выглядеть стройнее и скрыть некоторые недостатки фигуры. Помните, что корректирующее белье может уменьшить ваши размеры, поэтому последнюю примерку свадебного платья необходимо делать именно в нем. Существуют еще вот такие бюстгальтеры. Их называют бюстгальтер-невидимка. Две чашечки, соединенные впереди застежкой. Здесь нанесен специальный клей. Вот эти чашки приклеиваются к груди в расстегнутом состоянии, а потом застегивается застежка. Ну, конечно, вот такой бюстгальтер, он не обеспечит поддержки груди. Он только выравнивает грудь, придает дополнительный объем, что подходит вот как раз-таки под платье с открытой спинкой и с глубоким вырезом. Хватает где-то на 60 использований. Бюстгальтер-невидимка подходит женщинам с небольшим объемом груди до чашки С. Для большой груди есть модель полностью силиконовая, с прозрачными бретелями. Если под тонким платьем бретелька врезается в тело и появляются некрасивые бугорки, это можно исправить с помощью специальной силиконовой накладки. Ее видно не будет, лишней кожи тоже. Под шелк, как мы знаем, что любое белье, гладкое или негладкое, его будет заметно и видно. Для любителей шелковых платьев существуют вот такие красивые оригинальные модели комбинации. Они выполнены из сетчатого полотна, очень тончайшие, будут незаметны под одеждой. И даже если где-то будет выглядывать красиво изящное кружево, это только придаст вам шарма и соблазнительности. Кстати, специалисты рекомендуют иметь два комплекта нижнего белья в день свадьбы. Один под платье, другой для ночи. Оба могут быть белыми или можно поразить мужа ярким интересным образом. Здесь все зависит от вашей фантазии. Сейчас в магазин поступило очень много моделей красивого женского белья. Поступила серия восхищения, выполненная в двух цветах, в черном и сливочном. Представлена она в трех видах чашек, то есть можно подобрать с бюстгалтера на любую грудь. С пушапом, без пушапа, линия балконет. И в комплект к этим моделям идут три вида трусиков. Стринги, брифы и классика. Красивое сочетание кружева и коричневого шелка как раз вариант для второго комплекта на свадьбу. Если вам больше нравятся темные цвета, то для вас элегантный синий и изящный черный. Мелкое переплетение кружева обеспечивает необходимую степень соблазнительности. Кружево сейчас, кстати, на пике популярности. Актуальна также легкая безуминка в расцветках и рисунках. Страсти и нежность сочетаются в коллекции «Совершенство». Белье выполнено в цвете «Лунный луч». Представлена она тоже в трех видах чашек. Эта коллекция уже рассчитана на большие объемы, до объема сотого. Очень красивый этот цвет смотрится на загорелом теле. Название коллекции французских дизайнеров «Прелюдия» очень красноречиво. Качественное полотно, тончайшее кружево говорят о стоимости изделия. Есть две чашки. Формованная чашка с пушапом и мягкая чашка на каркасе. И два вида трусиков стринги и классика со средней линией талии. В декорациях используется очень много атласных бантиков, бархатных бантиков. Даже используются бантики из натурального шелка. Это сейчас модно, актуально. Серия «Лизена», как правило, еще ограниченный выпуск. Ее один раз отшивают и больше вот такого сочетания не повторяется. Трехцветная акварель пастельных тонов на бюстгальтере серии «Санет». Приглушенные оттенки обращают на себя внимание. При этом рисунок не будет выделяться под одеждой. Покорите своего мужчину при помощи белья торговой марки «Меловица». Напомню, коллекции никогда не повторяются. Сеть магазинов женского белья «Меловица». Качественное, удобное, красивое белье. Гибкая система скидок. Проводятся различные акции. Каждая женщина почувствует себя желанной. Каждая женщина Ресторан «Бокаччо». Искусство быть лучшим. Город Ногинск, улица Патриаршая, дом 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не бойтесь, вы не оглохли, мы просто выключили звук. Но согласитесь, страшно остаться без слуха. К счастью, мы живем в 21 веке, и на помощь тугоухим людям приходят слуховые аппараты. О них нам рассказали в центре «Радуга звуков». Шелест листвы, пение птиц, симфония Моцарта, смех ребенка. Страшно потерять мир звуков. Однако эта угроза реальна. Вопреки распространенному мнению, слух подводит не только пожилых людей. Из-за громкой музыки ухудшается слух у подростков. Из-за серьезных нагрузок лишаются возможности хорошо слышать спортсмены. Постоянные отиты, регулярно попадающая в уши вода, родовые травмы – все это может стать причиной потери слуха. К счастью, на помощь сегодня приходят слуховые аппараты. Чем быстрее мы увидим, что у человека идет потеря слуха, тем быстрее этот человек начнет слышать. Сейчас мы будем проверять слух у нашей пациентки с помощью специального прибора – аудиометра. Наушники будут подаваться в специальные сигналы определенной интенсивности, определенной частоты. Каждый раз, когда пациент слышит звук, он нажимает один раз кнопку. То есть таким образом получаем аудиограмму, кривую, на которой отражаются пороги слуха нашего пациента. Аудиограмма помогает определить степень снижения слуха. Коварство глухоты в том, что она подступает незаметно. Человек может терять возможность слышать в течение семи лет и ничего при этом не замечать. Есть четыре степени снижения слуха. Первая – самая легкая. Вы перестаете слышать шелест листвы и делаете телевизор чуть громче. Жить это не мешает. При второй степени тугоухости сложно различить тихую речь, особенно в транспорте или в шумном месте. Третья степень – неспособность слышать большинство звуков. Четвертая – это практически глухота. Получили такую картину, что есть снижение слуха на правое ухо. Примерно третьей степени. То есть чаще всего это происходит из-за того, что молодые люди злоупотребляют слушание музыки в транспорте, в шумных помещениях. И вследствие этого наблюдается снижение слуха достаточно быстро и достаточно в большой степени. Слух у девушки будет ухудшаться и дальше. Предотвратить этот процесс поможет слуховой аппарат. Некоторые боятся носить слуховые аппараты, стесняются носить слуховые аппараты, не знают, что это такое. Поверьте, ничего в этом страшного нет. Слуховые аппараты бывают заушные, внутриушные, карманные слуховые аппараты. Здесь они подбираются, опять же, тоже по потере слуха. И этот слуховой аппарат располагается в слуховом проходе, и он совершенно не виден окружающим людям. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой в молодости, нужно не только прекратить слушать громкую музыку, но и защищать свои уши от воды во время купания. В этом вам помогут гидроплаги, которые изготавливаются по индивидуальным слепкам уха. Современное развитие электронных технологий и обработки звука позволяет корректировать слух практически при любой степени тугоухости. Для более четкого, чистого звука используются индивидуальные вкладыши. Они бывают разных форм и модификаций. Для изготовления его берут мерку уха, готовят слепок ушной раковины. Здесь мы делаем слепки и отправляем уже на наш завод, который находится в городе Фрязино, где уже по слепкам изготавливают индивидуальные вкладыши. Берем синюю и белую массу, вводим в этот шприц и шприцом вводим в наружный слуховой проход. Эта масса застывает в течение 1-2 минуты, потом мы вынимаем этот готовый индивидуальный слепок с ее уха. Это маленькая София. Девочка раньше не могла слышать вообще. После операции на дно уха и при помощи слухового аппарата она может слышать и начинает разговаривать. Прием был неделю назад. Сейчас мы делаем повторный прием для того, чтобы откорректировать громкость слухового аппарата. Было сделано обследование неделю назад на аудиометр. Согласно этой аудиограмме делается настройка слухового аппарата. Теперь София уже начинает у нас немножко разговаривать. Как бы есть продвижение. Надеюсь, что дальше будет еще лучше и лучше. Нужно просто заниматься, наблюдаться. Что такое слуховой аппарат? Это своего рода мини-компьютер. Он автоматически обрабатывает сигнал. Делает его громче или тише в зависимости от настроек. Умная машина анализирует окружающий мир и подключает ту программу, которая необходима человеку в определенный момент. Слуховые аппараты бывают цифровыми и аналоговыми. Специалисты рекомендуют первый вариант. Если в аналоговом аппарате, то там идет усиление всех частот. Как громкость на телевизоре увеличивается, так и аналоговый аппарат. А цифровой аппарат, он уже четко подстраивает именно ту частоту, которая именно нужна данному пациенту. Незаметные слуховые аппараты подходят, к сожалению, не всем. В тяжелых случаях можно использовать только мощные заушные аппараты. А для людей почти глухих, которым уже не поможет слуховой аппарат, есть специальные сигнальные системы. Универсальная система световая, она сообщает им о важных сигналах в доме. Для приемников бывает как бы несколько. Ручной приемник, приемник с дисплеем кристаллическим и выносной световой. Датчики реагируют на дверной и домофонный звонок, плач ребенка и на многое другое. Такая система поможет в быту глухим людям или тем, кто носит слуховые аппараты, но отдыхает от них дома. Центр хорошего слуха «Радуга звуков». Реабилитация слабослышащих и глухих людей. Слуховые аппараты любой степени сложности. В центре занимаются региональными и федеральными льготниками, выдают бесплатные слуховые аппараты, а также производят гарантийный ремонт и обслуживание. Центр находится по адресу. В Ногинске, улица Декабристов, дом 1, вход со двора. В электростале, улица Тевосяна, дом 27, кабинет 105. Телефоны для справок на вашем экране. Раскрасть мир радугой звуков. Вы знаете, мы любим выбирать одежду. А один из наших любимых магазинов – стиль. Сегодня мы отправляемся туда, за ветровками. Осенью без ветровки никак не обойтись. Какую вы предпочитаете? С капюшоном или без него? На молнии или на пуговицах? Удлиненную или короткую? Если вы, как и я, любите рубашки, то это для вас. Я не очень люблю осень, потому что осенью я не могу носить, мою любимую одежду. И приходится надевать все время куртки. Но вот это – ветровка. Это на самом деле ветровка, которая выглядит как рубашка. Ее можно надевать и поверх рубашек настоящих, поверх футболок, чего угодно. И как самостоятельную одежду. Очень хорошая вещь. Она очень приятная для тела. И я думаю, это будет замечательный выбор. Вот эта вещь вообще замечательная. Мне очень нравится этот пиджачок. Прекрасный. Шерсть, кашемир. Великолепно. Очень удобно. Плечам не узко, не широко. В самый раз, как полагается. Вот прямо хоть сейчас на свидание с женой. Осенний пиджак-петровка. Своеобразным вырезом, профессорскими вставками на локтях и отложным воротничком. Писк сезона. Даже если вы не следите за модой, этой осенью без такого элемента в гардеробе не обойтись. Мне очень нравится, что ассортимент магазина, я думаю, он удовлетворит любого покупателя, потому что здесь есть и вот такие вот молодежные спортивные курточки, и с другой стороны такие, ну, достаточно, ну, скажем так, более серьезные какие-то ветровочки. Это вот как раз то самое, о чем я и говорил. Это еще один представитель молодежной модной одежды. По-моему, это очень удобная штучка. Если, скажем, собираетесь в лес или с друзьями куда-нибудь погулять на пикник, по-моему, это замечательно. Самое милое дело. Тепло. Причем, хочу обращать внимание, вот здесь утепленная подкладка. Капюшон на случай, если вдруг пойдет дождь. Очень тоже, по-моему, удобная вещь. А главное, что она подойдет и к рубашке, и к футболке, и к свитеру. Вот эти замечательные джемперы прекрасно подойдут под вот эти замечательные куртки и ту, которая сейчас нам нет. Теперь о женщинах. Осень – время обновления офисного отдела в гардеробе. Мне понравились два варианта. Первый – строгая юбка и рубашка, которые, с одной стороны, говорят о моих неплохих деловых качествах, с другой – вносят творческий беспорядок благодаря фиолетовым цветам и вышивке. Второй вариант – восхитительное изумрудное платье с очень официальными вырезами, которые в то же время заставят поиграть воображение. В таком платье не греха на свидание сходить. Еще одно платье – простое, но изысканное, подойдет и для офиса, и для прогулки осенним вечером. Некоторые модные тенденции мне не совсем понятны, но сейчас ультрамодными считаются восточные мотивы. Яркое платье с блестками и орнаментом – прямое тому подтверждение. А теперь о ветровках. Короткие куртки всегда популярны. Особенно хорошо будут смотреться в пасмурную погоду яркие детали, например, золотая цепь в качестве отделки. Если черная куртка с цепью придает хозяйке немного агрессивности, то куртка в пастельных тонах с оборками и круглым вырезом свидетельствует о нежности хозяйки. Что вам больше подходит – выбирайте. Кстати, в магазине «Стиль» есть размеры от 50-го до 60-го включительно. К осенней погоде мы с вами теперь готовы, но не успеешь и глазом моргнуть, как нужно будет выбирать пуховик на зиму. Как отличить хороший от плохого? Качество пуховика определяется коэффициентом упругости пуха. Такое показательное, как коэффициент упругости пуха. Проверяется очень просто. Вот сжимается ячейка, и смотрим, насколько быстро он приобретает прежнюю форму пух. Пух не должен колоться и не должен мяться. Хорошо, если он двигается внутри. Пуховики обычно простегивают таким образом, чтобы получились небольшие квадратики или ромбики. Качественный плащ весит не больше килограмма и легко складывается. Он может уместиться в обычную небольшую сумку. Несколько слов о модных тенденциях. Писк сезона – кожаные пуховики. То есть верх куртки сделан из кожи, а внутри пух. Это стильно и практично, так как кожа долго носится, не мокнет под дождем и согревает в морозы. К тому же такая зимняя одежда выглядит необычно. Мужская мода предлагает кожаные дубленки на овечьем меху. Красиво – да, стильно – безусловно, тепло – еще как. Вообще в этом сезоне актуально выделяться с помощью ярких узоров, необычных фасонов, экстравагантных цветов или красивого меха. Не оставляют своей позиции прошитые или стеганые модели зимней одежды для женщин. Дизайнеры превратили верхнюю одежду в весьма нарядные и изысканные элементы гардероба. В пуховике вы можете выглядеть не менее элегантно и женственно, чем в шубке. При этом вам будет обеспечен комфорт и в мороз, и в снег, и в дождь. А вот мужчинам дизайнеры рекомендуют носить в 2013 году очень простые кэжуал-куртки на пуху. Актуальность в минимализме и строгости. Черный, коричневый, серый и цвет морской волны – самая модная палитра сезона. Городской мачо может быть одет в некричащий, где-то деловой и немного строгий наряд. Такой стиль для тех, кто не любит излишне привлекать к себе внимание. В последнее время на зимней улице стали возвращаться пальто. Дополнительную теплоту такой одежды придает либо новый специальный утеплитель из-за софт, либо, как вот в данном случае, у них ягненка. Конечно, никто не отменял меховую отделку на капюшоне и рукавах. Это элемент тепла и декора. Несколько сезонов подряд с модных подиумов нисходит стиль милитари. Дизайнеры утверждают, что такой наряд выгодно подчеркнет внутренний стержень, целеустремленность и независимость своей хозяйки. Если вы любуетесь снегом из окна автомобиля, короткая кожаная куртка на натуральном меху – идеальный вариант. Она выглядит невероятно стильно. К тому же мех и кожа никогда не выйдут из моды. Ну а если вы любите спортивный стиль, да еще и проводите много времени на холодной улице, вам стоит остановить свой выбор на теплых спортивных костюмах. Это куртки и комбинезоны из специальной ткани, которая не промокает, дышит и согревает в мороз. Такая одежда содержит снегоудерживающие манжеты, эластичные утяжки и фиксаторы. В ней есть система активной вентиляции. Движений куртка не сковывает от ветра, мороза и снега хорошо защищает. А в брюках можно даже ночевать на улице. Это шутка, конечно, но они очень теплые. Магазин «Стиль» – все для стильной и комфортной зимы. У нас есть пуховики, дубленки, шапки, перчатки, шарфы и многое-многое другое. Спортивные костюмы для профессионалов и любителей. Термобелье. Теперь в магазине «Стиль» вы можете приобрести уникальное постельное белье и полотенце из бамбукового волокна. Кто был в Турции, знает о чудесных свойствах этого материала. Теперь ехать за бельем в Солнечную Анталию не нужно. Все можно купить здесь. «Стиль» – высокая мода по доступным ценам. Внимание! Магазин «Стиль» переехал из Ногинска в «Электросталь». Теперь он находится в торговом центре «Апельсин» на втором этаже. Конечно, никто не ездит в отпуск для того, чтобы болеть. Даже думать о несчастных случаях за границей не хочется. Но, увы, никто из нас не знает, что его ждет. Поэтому, отправляясь в отпуск, нужно иметь хорошую страховку. Какую? Об этом нам рассказали в турагентстве «Анна Тур». Страховой полис в большинстве случаев представляет собой обязательную часть пакета документов. Это гарантия того, что если с вами случится беда, вам окажут помощь. Но есть несколько нюансов, которые должен знать каждый путешественник. Во-первых, сумма стандартной страховки от 15 до 30 тысяч долларов. Казалось бы, огромные деньги, но лечение за границей очень дорогое. Если эта страховка, там, тысяч на 15 долларов, то это в среднем анализы и два дня лежания в госпитале, если, не дай бог, что-то случится. Даже я думаю, что простой аппендицит вряд ли она покроет. Второй минус стандартной страховки – франшиза. Это единовременный взнос за вызов доктора. Если вы вызываете доктора, то при вызове врача вы платите от 15 до 30 условных единиц единовременно. Эти деньги не возвращаются при наступлении страхового случая. В-третьих, если у вас стандартный страховой полис, то далеко не все случаи являются страховыми. То есть, лечение не всегда будет бесплатным. Как правило, не входят такие вещи, как зубная боль, солнечные ожоги. Для таких случаев существует дополнительное страхование. Оно бывает разным. Медицинское, страхование багажа, от невыезда, гражданской ответственности. Поговорим о дополнительном медицинском страховании. Средняя сумма, которую страхуем мы, это 50 тысяч долларов на каждого человека. Эта страховка не включает франшизу. То есть, если вы вызываете врача, он к вам приезжает абсолютно бесплатно. Плюс, в эти расширенные страховки медицинские входят и зубная боль, и головная боль, и солнечные ожоги, и даже беременность до 24 недель. О цене. Расширенная медицинская страховка стоит всего 1 доллар или 1 евро в день. То есть, если вы отправляетесь отдыхать на 10 дней в Египет, то уверенность в том, что вам помогут, если что-то случится, будет стоить примерно 300 рублей. Я не думаю, что если что-то случится, человек будет думать об этих 300 рублях. Лучше пусть не воспользуешься страховкой, но знаешь, что ты позвонишь, и тебе окажут помощь. Происходят разные вещи. В аквапарках безумный травматизм просто. И вывихи, и растяжения, и переломы, и причем серьезные переломы. И ситуация бывает, мы сталкиваемся с разными ситуациями. Вплоть до того, что молодой человек нырнул в декоративный бассейн с головой, да, и сломал себе шею. Нужно помнить о том, что не действует страховка при лечении хронических заболеваний и при наличии у человека алкоголя в крови. Это не значит, что выпить нельзя вообще. Бокал пива или вина не считается. Если вы едете, допустим, в ту же Турцию и хотите заниматься парашютизмом, нырянем в Египте, дайвингом, это все опасные виды спорта считаются. Нужно обязательно брать тогда дополнительную страховку спортивную. Такая страховка стоит чуть дороже, но покрывает гораздо больше расходов. Несчастные случаи при катании на лыжах, на санках, все это включено в пакет. Отдельно стоит сказать о страховании гражданской ответственности. Гражданская ответственность, это если вы едете, к примеру, на лыжах, попали в кого-нибудь с собой, этот человек пострадал, ему выплачиваются деньги. То есть там нужно смотреть сумка, на которую вы страхуете, ну, в среднем там на 15 тысяч евро страхуется, и люди получают, не дай бог, потому что в Европе где-то засудят вообще легко за такие вещи. Если вы путешествуете три раза в год и чаще, можно оформить комплексную годовую страховку. Это очень удобно, так как она предохраняет вас от потери багажа, несчастных случаев, гражданской ответственности, медицинских расходов. Стоит такая страховка от трех до четырех тысяч рублей в год. Весь год вы можете путешествовать в любую точку Земли, начиная от 300 километров от вашего дома. Еще один вид страхования – от невыезда. Например, вы собираетесь в страну, в которую нужно оформлять визу. В последний день приходит отказ. За день до вылета аннулировать тур очень сложно. Вы потеряете почти всю сумму, заплаченную за поездку. Страхование от невыезда предусматривает такие случаи. Мы собираем как агентство все документы, почему вам отказали визе, какие были оплаты, и деньги потом возвращаются. Вычитается только стоимость вот этой страховки. То есть стоит, например, 100 рублей, 100 рублей вы не получаете. Все остальные деньги, которые вы отнесли в туристическое агентство, вам возвращаются полностью. Страхование от невыезда также возможно получить при обычном больничном листе. Страхование от невыезда действует даже в том случае, если неприятность происходит с вашими родными, и вы вынуждены остаться дома. Не является уважительной причиной просроченный паспорт и опоздание в аэропорт. Могу сказать, что страховые случаи были, возвраты денежные были. Ну, как бы ни один турист у нас не остался обманутым. Последнее, о чем мы сегодня поговорим, это страхование багажа. Чаще всего чемоданы теряются в Италии, но происходят подобные неприятные случаи и в других странах. Максимальная сумма, на которую можно застраховать свой багаж – полторы тысячи евро. Были случаи, когда вообще, да, не приехал багаж, больше его не нашли. Были случаи – возвращали. Но страховка в этом случае действительно работает, и деньги выплачиваются. Пользуясь страховкой на курорте, не забывайте сохранять чеки из аптек, рецепты врача и любые другие документы, подтверждающие ваше право на получение денежной компенсации. Тогда у вас не возникнет никаких проблем по возвращении домой. Страховые фирмы оплачивают даже билет на самолет, если вы вынуждены вылететь раньше или позже положенного срока. Главное – оформить правильную страховку в правильном месте. Агентство «Анна Тур» не первый год на рынке туристических услуг, поэтому они работают только с проверенными страховыми компаниями, которые предлагают очень выгодные условия. Внимание! Турагентство «Анна Тур» находится только по одному адресу и не имеет филиалов. Ждем вас в городе Ногинске на улице Рабочей, 14А. Если вы любите путешествовать, без такси не обойтись. Такси «Транском» делает вам уникальное предложение. Только для клиентов турагентства «Анна Тур» скидка на такси и аэропорты и на железнодорожные вокзалы – 10%. Мы ценим комфорт, безопасность и время наших пассажиров. Пусть отдых будет беззаботным. Звоните 511-8-300. Вы можете выбрать и забронировать тур на сайте www.annadefistour.net. Там же вы можете узнать цену на путевки и другую полезную информацию. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Надеюсь, наши советы вам помогут. Одежда для ведущего предоставлена магазином «Форс». Напоминаем, что спонсор выпуска – Богородская медицинская компания. До новых встреч! Будьте здоровы! Магазин молодежной одежды «Форс» находится по адресу город Ногинск, дом быта, второй этаж. Также магазин есть в торговом доме Ногинский на автовокзале. «Форс» – одежда для самых лучших. Ребенок – это чудо, которого с нетерпением ждут будущие мамы и папы. А появиться на свет этому чуду помогает в клинике семейной медицины Богородской медицинской компании. Вакцин делается на семью. В принципе, у нас оказываются услуги всем от ребенка. До бабушек, дедушек. Естественно, женское здоровье. Но больше, конечно, пациентов у нас – это детишки. Наша цель – вырастить гармоничного, здорового ребенка. Специалисты клиники семейной медицины дают нам надежду. Эти люди заботятся о нашем будущем. В прямом смысле слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова